Добро пожаловать в мальчишки и девчонки, с вами ваша постапокалиптическая девочка-волшебница Невермор, и мы возвращаемся в наш любимый Fallout 1.5 Resurrection, и все тот же город Альбукерки, точнее его пригород, где немножечко совсем закончились местные бандиты. Да, за кадром сделал, не старался, я говорю, это на долгое прохождение, потому что, ну, находясь возле зоны выхода, откровенно говоря, не слишком сложно это порешать. Так что мы теперь свободны и на вход, и на выход, и вообще что угодно делать, и есть такой творческий вопрос. Касается он одного из охранников этого города, одного из главных охранников, которые вроде бы где-то как-то должны им дать помочь, дать понять, дать наводку, как стать охотниками на мутантов. По-моему, это дача, если я не ошибаюсь. Чё? Да, мы вот это новый претендент, который хочет присоединиться к охотникам, и было приказано одолжить командиру Голланду. Или Голландцу. Ну да, это я. Тебе придется сходить со мной в ночную патруль. Нам можно в это войти в территорию снаружи, на западной части стены. Знаешь, лучший способ проверить, не древо ли вокруг общей обороны у нас. Да, к тому же два человека, шастающих вокруг с большой вероятностью, приманят парочку гулей. Но чё, они подбираются поближе. Как правило, это небольшие разведгруппы, но они стараются найти слабые места в нашей обороне, либо заводить несколько людей из нашей охраны. А то не волнуйся, скучать не придется. Если будешь творить какую-нибудь хрень, я тебя лично пристрелю. Не боись. Я оставлю для тебя парочку гулей. Да, мы еще посмотрим, кто кого там больше убьет. Будем как Ильгалас с Гимлю считаться. Отправляемся, как только будет нужно. Ага, погодите, погодите, погодите. Там сказали, два гуля будет, два. Маленький отряд ничтожных гулящиков. Их слишком много для цифры 2. Их излишне много для цифры 2. И у толпы из них еще и плазма в руках есть. А мы такого уговора не имели. Поэтому мы сделаем асимметричный ответ. И завязываем один из тех бафутов, которые мы немножко подрезали у товарищей граждан-бандитов. А вы там это... Удачи вам решайте сами. Удивительно, как налетая такими толпами, их еще не взяли. А ведь должны были. Кэрри, Пёс, надо давать. Тедановые челюсти и все такое. Самые опасные двое с плазмом силой брони. Поэтому мы че, выбиваю в голову. А они зараза не выбиваются, потому что они бронированы. Небось 160 имеют. Кэрри, просто держусь. Лечи тебя, во-первых, нечего, во-вторых, нечем. О, минус один гуль, прекрасно. И охранник решил сбежать. На этом прекрасная просто тупо заканчивается. Вот совсем-совсем заканчивается. Не, ну хотя бы ногами, это уже ближе. Потому что если бы он лезвием ударил, то было бы совсем грустно. Вот, выбрал время, чтобы зарядиться. Прям идеальный человек. Не-не-не, мы так просто не дадимся. Бежали-бежим и будем бежать. С громким крифом спасите, помогите, пожалуйста. Вот, их становится меньше. Мы их можем просто тупо перебегать. Вроде бы. Да, вроде бы гули бегут, слушайте. Главное теперь дожить. Минус еще один. Остается два довольно среднеопасных. Мы пробежимся еще разочек. Может быть, он их застрелил, но мы добили своей превосходящей тактикой. Тактика называется Бей-беги. Беги-бей. Во. Абедзанами. Слишком просто. Конечно, слишком просто. Для тебя ты в силуе броню. А, бежда меж драться. Для меня это достаточно. В принципе, может, эти патрули без тебя закончат. И помни, хороший мутант этот дохлый мутант. Ясника дачи, спасибо большое. Да, понял, почему ты голландец. Дай же. У-у-у, и у них талисманы эти гулиские. Как у нас прям. Совпадение ли? Скорее всего, совпадение. И да, у них была лазерная винтовка. Был лазерная или обычная? Снайперская винтовка. Вы сейчас видите страшную вещь. Я выкладываю кувалду. А медальончики мы заберем. Мало ли где пригодится. Боль печально не вылазит. Прощайте шкурки гека. И все равно не власть в твою власть. Вот это нужно отдать кэре прям на 100-500. Это прям обязательно. С этим оружием она сможет развалить вообще всех. Поскольку это относится к классу, не НРК, а именно ручного оружия. Кэре. Булочка моя. Возьми, пожалуйста, вот это оружие. Покажи, что ты несешь. Какую дичь, какую чушь. Батарейки у тебя свои есть с ракет. И используй вот тут прям сама сразу же. Спрячь свое оружие. Погоди, 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 погоди. Вечно забываю, где ты находишься. Проще было бы через поведение, но... Действительно через поведение. Но лучше это винтовка Браунинг. Ладно, поверим. Окей. Одного из трех боссов мы сделали. Остается еще немножко, еще чуть-чуть. Давайте искать еще двоих. А, погодите, это особо отдельно закрытая зона. Это похоже тот самый мертвый город, к которому мы еще не заходили. И нам нужно его будет отдельно. Почему они не напали вот здесь? Вот тут люди с миниганами есть. Ну ладно. Альбукерки. Давайте посмотрим еще раз. В Охотничьего Годи, в пригороде, в мертвом квартале. Мы были в мертвом квартале. Во, тут был еще один заход в мертвый квартал. А квартал Охотника немножко в другой стороне. Что ж, давайте поищем дальше. Нам нужно убедить еще двоих. Кто это такие и с чем их едят? Альбукерки. Добудь импульсный пистолет у командующего Талзой. А, вот в чем проблема. Нам еще импульсный пистолет нужно доставить. А это будет со звездочкой. Поэтому на данном этапе, самым логичным и самым умным, будет... В империте вернуться в Сэддит. Ну, не так, чтобы прямо в Сэддит, а немножечко через город, чтобы занести вот те вещества гражданину, которая на их сидит, просто божественно. Гражданин полицейский, есть к вам вопрос такой. Отец Мальком и Саид опросил передать тебе посылочку волшебную. Ну, наконец-то. Я уже начал бояться, что этот кукуруз про меня забыл. Обслуживаю такой ровный никчемных тарачков, а меня заставляют ждать. Да, мужчина, с вас четыре тысячи. Чем поймать, меня вздумало. Можете ноги сломать, чтобы больше ничего такого не вытворяло. Душа стоит три штуки. Забирай свои деньги, валяй отсюда и давай товар. Да, ну, мы, конечно, возьмем деньги, спасибо большое, но как-то дошел до жизни такой грешной. Все, ждешь от меня историю душечипательную о том, что я как-то потерял близкого там, начал потреблять всякие вещества. Цель дурой какой нужно быть. Ты что такое думаешь, реально? Ты с какого гадюшника вообще выползла? Работать полицейским в этом городе вообще чертовски скучно. А мне надо развлекаться как-то. Я еще к шлюхам в бордель хожу, ну, целый день там, конечно, не протрощишь. Только не смей думать, что у меня проблемы по этой части. Поняла? Ничего там такого нету. Наоборот, я краски хорошо их там отделаю. Ну, ясно, понятно. Но почему твоя работа такая скучная? Так полицейские дети просто ходячие пугало. Фу, что, страшно, нет? Ха. Дядюшка и Нестор боятся, что полиция станет щедрой на чью-либо сторону. Поэтому все оттишь воды и не раздражают Фрэнсиса. Они сами решают свои проблемы. И чертовски хорошо это делают. Но не то, что наш шериф. Тот целыми днями с задницы просиживает. А ясно, понятно, наслаждайтесь своей посылочкой и травите себя дальше в свое же удовольствие. А мы двинемся в дальние края. Проверим только, нет ли здесь каравана, который может нас подхватить. Но нет, каравана, к сожалению, нет в данном этапе. А было бы хорошо, еще бы денег заработали. Ну, а сэди-то всяк попроще. Добрались. И сразу малый хав. Задача простая. Мы сходили с караваном красного каравана. И, возможно, теперь Диметр даст нам кое-нибудь задание, которое вы меня заговорили в комментариях. Но, как видите, не дают он нам заданий. Поэтому квест завис, заключило все такое. Правда, у него повторябельное. И ничего с ним не поделаешь. Ну, а еще мы сдадим же квест товарищу священнику, который не товарищ, не священник ни разу. О, дитя вернулось из священного задания. Идет твоя миссия. Ну, батюшка, дары переданы. Радость моя безмерна. Кончив еще одно священное задание, ты ближе к Богу. Но у меня нет задания для тебя. Пришло время пожинать то, что посеяли, вкусить Вознесение. А давай уже бахнем, что ли. Сначала кое-что услышь. Господь сотворил много веществ, что кажутся бесцельными. Но он наделил нас умением сочетать и менять их, дабы вы могли сотворить что-то новое. Вознесение-то мое творение, мой идеал. Один глубокий вдох за 500 крышек и все такое. Хм. А что у вас еще есть? Кроме вашего Вознесения, который тот же псих, но в профиль. Нам нужен немножко бафут. Потому что мы сейчас пойдем по очень интересному квесту. Да, пожалуй, что можно и больше бафута. Мы людьми и гордые, нам нужен стимулятор. Ментатов у нас своих полно. Все остальное нас не волнует. И мы вкладываемся, да практически вкладываемся. Забрось какой-нибудь ненужной костей к шипастой. И будет самое оно. И 130 монет. Пардоните, 130. Вот. Спасибо большое. Ну, а теперь, друзья мои. Пожалуй, что мы сделаем страшно нужную вещь, которую стоило сделать давным-давно. А, нет, мы не сходим на ринг, хотя тоже стоило бы сделать. Мы порешаем мексиканцев. Которые казиношные мексиканцы. Не самая, возможно, лучшая идея, но деваться нам некуда. Это делать все равно придется. Где-то со средней дистанции, чтобы они нас не успели достать и мы успели отбежать. Чтобы они гнали за нами. Начнем, пожалуй, с тебя, дурашка. Хотя, чего уж я. Начнем мы с того, что примем психа. Да, очень надо. Примем ментаты оба. И, пожалуй, что заполируем бафутами, потому что общего бы и нет. И даже ни разу не словили зависимость. Фантастика, друзья мои, фантастика. Что называется? Ваншот, ван лав. Здравствуйте. Главное, чтобы пёси или кэри не побежали в здание решать проблемы за нас. Держите поближе ко мне, пожалуйста. Можем даже немножко отойти в сторону. Чтобы они поняли, куда им нужно. А самое приятное, что они вообще бегут все на нас. И что за всеми этими веществами, им просто божественно. А их попадания вообще не о чем. Вот что психо-животворящее делают. Главное, не забывать перезаряжаться. Не, ну эти твари в пёси или стреляют? Они знают, что они не напсихованы. Что за нелюди-то вообще? Вот так вознужно у всех. И да, для тех, кто сомневается, мы получаем за каждую ликвидацию по 5 единиц кармы. Значит, мы делаем хорошее, богоугодное дело. По крайней мере, в этом мире. А еще лидеры Родригеса будут? Или нам показалось? Есть еще парочка, которые... Самые первые рвались в бой, но не рвались в бой. Что же, вас мы тоже порешаем. Немножко издалека. И да, самого Санчеса мы забыли порешать. Тоже такой немаловажный вопрос. За него же отдельно заказ прописан. Еще подняться на второй этаж нужно. И, по-моему, бармен тоже хочет к ней присоединиться. Кэрри, ну зачем ты туда побежала? Тебя сейчас отоварят на всю панамочку твою. Главное, что мы туда не пройдем из-за тебя. Нет, не пройдем. И да, лидеры Родригеса немножко больше, но казалось. Еще один, еще один на входе и, возможно, уйдет на арене. Может быть, ствол арена пройти до того, как. Не отрицаю. Возможно. И да, эта тварина жрет наши стимуляторы. Вообще безбожник. Да, когда-то мы их боялись. Но теперь совершенно другое дело. Плюс не бодрое такое количество огромной лута, которую мы потом не унесем, но сейчас вполне себе можем. И да, наконец-то, боже ты мой, нормальная гужаная броня. Как долго мы до нее шли и наконец-то дошли. Даже не совсем на себя похоже в этом виде. И тем не менее. Маленькая компенсация за все наши страдания. Похоже, мы кого-то недозабираем в воду. Ох, и долго же я буду это не выкладывать. Плюс еще один внутри. Возможно, помним про бармена. Помним и перезаряжаемся. Но нет, бармен вроде сбежал. Здравствуй, второй этаж. И вот это, наверное, сам Родригес. Пожилой мексиканец. А это его толдная охрана. И его две проститутки. Возможно, жена и дочь. Но это не точно. Будет немножко сложнее, но мы попробуем. Ах, да. Охранник, наверное, был в шоке, когда мы мимо него пытались проскользнуть всей толпой. Глупый-глупый охранник. Наконец-то даже песелю дали поучаствовать. Остальные, в конце концов, были просто делом техники. Ну, серьезно. Ну, разве не нам ровня? Мы можем пролутать, пролутать, еще раз пролутать. Хотя у сеньора Родригеса ни денег, ни оружия, вообще ничего не было. Куда он бежал, не совсем понятно. Вот охранники, охранники, тадам. Сделали нам кассу просто на 200 дней вперед. Серьезно, с таким арсеналом удивительно, что гули в этом городе вообще были живые, хоть как-то. Ой, у него есть стенной сейф. По-моему, я знаю, куда мы сейчас вложим наши очки взлома. Точнее, очки опыта. Вот именно что во взлом. Плюс одна книжечка, которую мы читать пока не будем. Нам нельзя, чтобы сбросились наши умения. Итак, взлом. Тот, еще мы долго шли, но никак не дошли. Добрасываем до максимального возможного значения. 70. И есть вариант, что там ловушка есть. Но мы же ее все равно не увидим. А, нет, увидели. Она взорвалась прямо-то нам в лицо. И уничтожила содержимое сейфа. Что вообще неприятно. И самое смешное, что мы просто ввели нужную комбинацию. В путя я играю. Грусть, печаль, шо сказать. Проверим еще маленькое штулик вот этот. Аккуратный. Закрытый. Небусть тоже взорвешься. Или нет. Или нет, но здесь были потрошки. Мы шикарно можем сдавать Гулин Квест. Родригес и его подчиненные Порюшины. Проститутки нас не реагируют. Финер умер, что останется теперь с вами. Но будьте на вольных хлебах. В принципе, ваша профессия останется той же. Да и место заработка там же. Гули, бегу к вам с радостной новостью. И надеюсь на соответствующую награду. И да, я помню, что в мертвом потерянном городе есть еще рейдеры под землей. Но на них пока слабы. Гули, 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 гули. Скажите, пожалуйста. Как там у вас делишки? Вы видите Рене. И по-моему, Квест нам давала Мими. Я до сих пор не могу поверить, что вы собираетесь пойти против Санчеса. Я не знаю смелость это или безумие, но я вам очень благодарна. Да, можете больше не бояться. Мне удалось убить и Родригеса, и его Лакея. Теперь вас это никто не потревожит. Мими спокойно вздохнула. Вы не представляете, насколько мне сейчас стало легче. Я почти потеряла всякую надежду когда-либо освободиться от хватки Родригеса. Я не могу сказать, насколько благодарна. Да и мы рады были помочь. Мы теперь можем уйти. Может показаться, что после смерти Родригеса нам не осуществляет это делать. Но все сложнее. Местные жители не хотят нас видеть здесь, и нам это дали понять. С эти тени от места для парящего сокола. Мы решили присоединиться к одному из караванов. Самостоятельное путешествие слишком опасно. Я прошу еще раз вас о помощи. Последний раз. Может быть, вы найдете компанию-караванную, которая нам присоединится. А вас они охотнее послушают, чем одного из гулей. Да, без балды. Я даже знаю караванщика на безоплатной основе. Ну или на не совсем безоплатной. Мы сходим к Фредерику. Потому что красные караваны, по-моему, зависли вообще окончательно. Да? Да, люди у него ждут и все такое. Что с ним не так, непонятно. Фредерику мы помогали. Мы за него мазу держали. Нас еще за него чуть не убили. Поэтому скай отрабатывает по полной. Переулочек, иди к нам. Кстати говоря, а мы сдали ли квест? Да, мы сдали квест на корм для браминов. Прощай, черневый Питер. Ты нам пока тоже не алю. Мечта Фредерика. Фредерик, у тебя такой вопрос. О, рад вас снова видеть. Чем могу помочь? Да вот такой помочь можешь. Могут ли другие пассажиры позвиниться к каравану? Ну, конечно. А вы о кон-то конкретном? Да, ты не поверишь, о гулях испарящего сока. О, ну, я ожидал, конечно, что они захотят уйти. Местных неплохо относятся в последнее время. Они могут присоединиться, когда мы узнаем, как же наш караванов. Ты им сообщи, пускай придут побыстрее. Нужно обсудить детали. Да, прям вот так вот сразу. Без вопросов о деньгах и всем остальном. Даже неожиданно приятно. Даже не нужно убивать половину поселения. Ну, надо же. Скажите мне, гуля. Довольно ли вы счастлива? И да, мы все еще несем время психа, поэтому у нас левел и новые возможности. Мы можем сделать многое. До увеличения, по-моему, одной из характеристик мы еще не дошли. Но вот крепкий хребет и большая грузоподъемность просто просится. Просто просится, или мы дошли, не, мы дошли до повышения удачи и привлекательности. Все остальное нет, потому что мы на веществах. Пожалуй, мы отложим решение и повысим одну из текущих характеристик. Ну, а чаще мы все-таки вложим взлом. Где-то что-то как-то оно придется отламывать. Девяносто три, но это немножко откатиться назад. Мими, скажи, пожалуйста. Теперь-то вы готовы, теперь-то вы съедете. Ну что, порадуй нас. А хоть одна из компаний сопроводит нас. Да, ты не поверешь, мечта Фердрика согласилась сразу же. Вам можно присоединиться к каравану, но он хочет с вами обговорить детали. Я даже не знаю, как благодарить вас за всю помощь. Вы спасли нас. Вот, держите два золотых самородочка, что вы украли у шерифа. Пожалуйста. Вот, возьмите. У нас достаточно для проездки. И мы не будем нуждаться там, куда мы уходим. Если не сигарет, то куда же вы отправляетесь? Один гуль, который остался с нами, рассказал мне странные организации далеко на юге. Только гули могут стать ее членами. Я не знаю, говорил ли он правду или врал. Он был в очень тяжелом состоянии и часто вредил. Покончил с собой, в конце концов. Может, он вообще все это выдумал, но что нам остается? Гладкокожие не хотят жить с нами. Наша единственная надежда – это что эти гули будут более дружелюбно. Да, мы с этим гулим пообщались. Есть сомнения относительно этой организации. Вы прям уверены, что вы этого хотите? Да, да, мы знаем, но ты сря теряешь время. Но ты не изменишь наше решение. Кроме того, я хочу поговорить с еще кое о чем. Вот. Может быть, вы слышали и не слышали, но кто-то похитил сына шерифа. Некоторые люди сделают все ради горсти крышек. Я хочу, чтобы вы попытались найти ребенка. Мне не нравится шериф, но он не заслуживает такого. Это ужасно. Поговорите с Джеффрион. Что вам встретиться с шерифом? Спасибо большое за наводочку. Я тоже рада слышать это. Пришло время прощаться. Фредерик нас уже ждет. Мы никогда не забудем все, что вы для нас сделали. Я надеюсь, что когда мы придем на базу этой организации, и, скорее всего, мы придем туда с оружием, огнем и мечом, вы встанете на нашу сторону. Ну, 20 карм мы писал, то, потому что мы получили. А к шерифу, наверное, лучше заходить все-таки без оружия в руках. И да, два золотых самородка. Подождите. Но мы-то у шерифа экспроприировали не самородки, мы у него забирали слитки. Однако, припедняется Гулю, что денег у них нету. А денег-то у них до черта. А нужно поговорить с Джоном или Джеффри. Вот, Джеффри. Да, чуть надо. До меня слушок дошел такой, что сына шерифа похитили. Это правда? Да, он чуть сама не зашел, но за этого винить нельзя, конечно. Слушай, ну я могу попробовать найти его, может, арынинду, встречу с шерифом для меня. Я думаю, он не будет слушать вас, но стоит попытаться. Может, он когда-нибудь перестанет скрывать свою злость на нас. Он поворачивается к охраннику у ворота и дает ему сигнал. После этого вы лучше включаете силовое пули, и вы, Джеффри, идете прямо к шерифу. Здесь одни недотепы. Как они дали похитить моего сына? Да еще этот бестокровый джебрит, преподается все заглавить с привойками бродягу. Пардунте, что случилось у вас такое? Что случилось? Ты хочешь знать, что случилось? Кто-то ублюдок похитил Дэвида? Моего единственного сына, прямо в разгар дня. Вот что случилось. Он играл в саду и исчез. Няня должна была присматривать за ним. Бесполезная женщина. Я не поверю ни одному ее слову. И ни к чему охранники еще заплатят за это. Да воу-воу-воу, потише, охладите свое траханье. Я постараюсь вам помочь. Я успокоюсь, пока не знаю, где Дэвид. И чем ты? Можешь мне помочь? Вся полиция садится на ушах. Готовы искать похитителей. Пусть этот бездельник Марроу хоть чем-то полезным занимается. Да, вот а мы уверены, что похитители именно на это рассчитывают. Пусть всем городом было слишком очевиден. Это может быть опасно для вашего сына. Вашего разрешения. Мы бы хотели сами поискать Дэвида. Ну или отдельные его запчасти. Да, делай что хочешь. Если ты его найдешь, спасешь Дэвида. Я сделаю тебя омерзительно богатым человеком. Но помни одно. Если за мой головой попадет хоть один волос, ты пожалеешь, что знаешь меня. Ясно тебе? Да, сэр. Можно опросить всех, кого хочешь. Я скажу Джеффри, что пропустил тебя в любое время. И сообщил, если что, узнаешь. Ясно, понятно. Ну, заметьте, за сына он беспокоится. Да, за золотишко, видать, еще не узнал. Нас интересуют двое, трое. Вот это, наверное, женщина-няня, которая в саду он играл. А кто вот эта женщина? Я слышала, ты помогаешь искать моего сына. Почему ты еще шастаешь тут? Давай, бегом, сделай что-нибудь, спаси его. Да ну, нужно же пару вопросов задать. Я ничего не знаю, не трать в мое время пустую, иди ищи. Ясно, понятно. Заработала хорошую жизнь своим умом. Точнее, своими уральными навыками. Кухарка. Ящу сына шерифа. И хочу вас спрашивать тебя. Да, я слыхала, что мальца Дэвида похитили. Страх-то какой ужас. Но я чем помочь могу. Ну, скажи, например, кроме тебя и няни, работают здесь еще гражданские? Да, я никого не знаю больше. Отлично, еще вопрос. А было ли что-нибудь необычное? Да нет, я все время торчу на кухне. Что-то необычное может быть. Ясно, понятно, еще вопросец. А как же и в ком относятся? Да, я-то все время на кухне, а он сюда не встается. Ему копы еду носят. Я его редко вижу. Он верно даже знает обо мне. А я, признаться, и рада. Отчего же ты еще рада? Говорят, он с ненькой Дэвида. Хотя нет, забудь, 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 забудь. Понятно, что он делает с ненькой Дэвида. А давно ли ты работаешь здесь? Лет, лет и памяти нет, уж не сказать сколько. И платит ли вам достаточно? Ну, денежки-то скромные. Ну, я в этом случае жить не буду, а работать тут неплохо. Ясно, понятно. Тогда нас все-таки интересует няня этого Дэвида. Есть вариант, что его словили рейдеры. Но на базе мы вроде бы его не видели. В потерянном городе. Скажи нам, няня. Кто, кто вы такие? Что вы хотите? А ты, видать, няня Дэвида, да? Да, почему спрашиваете? А ну давай явки, пароль, рассказывай, что произошло. А я уже все рассказал мистеру Карпентеру. Я тем полицейским тоже рассказала. Не волнует. Расскажи мне еще раз и подробно. Я не думаю, что это поможет найти Дэвида. Но если хотите, ну вот он играл в саду, как обычно, а в это время дня. А я сидел на скамейке, приглядывался за ним. А затем кто-то ударил меня сзади, по голове, и я потеряла сознание. А когда я чинулся, его уже не было. Да, и сколько вы вам заплатили? Ага, о чем вы, о чем вы, я ничего не знаю. Да вот такое дело. Я говорю, что похититель работал с кем-то, кто был внутри. Кем-то, кто знал и сказал, где и когда найти Дэвида. Тем, у кого был к нему доступ. Кем-то, кто позволил похитить ребенка, пока это некогда с ним был. Я не вижу возможности, чтобы это был полицейский, потому что для них это, наоборот, все усложнит. Полагаю, вам полазят гроши. Одному богу известно, как Карпентер «вознаграждал» вас за работу. А ваши рассказы о потере сознания звучат неубедительно. Ну ладно, ладно, тогда я признаюсь. Я не хотела, чтобы это случилось. Они сказали, что просто похитят его, чтобы получить деньги от мистера Карпентера. Они сказали, что вернут его в целости сохранности. Но вы не понимаете, я отказывалась. Я люблю Дэвида, слишком люблю его. Но они пригрозили убить меня. Я ничего не могла делать, по-моему, если не могла. Ясно-понятно. Как я могу их найти? Я не знаю. Все время со мной связывались двое. Но они сказали, что кто-то будет ждать меня в законе для браминов красного каравана в малом хабе в 11 ночи. В случае проблем приходить туда. Только ровно в 11 ночи они сказали, что долго ждать не будут. Ну что же, это уже что-то. Пожалуйста, умоляю, не говорите мистеру Карпентеру. Он забьет меня до смерти. Я, правда, не хотела, чтобы это случилось. Но, Дэвид, надеюсь, он в порядке. Посмотрим. И в так, 11 часов вечера. Загон браминов красных караванов. Это уже решает вопрос. Относительно. Граждане охранники, можно мне-то? Спасибо на свободу с чистой совестью. Не то, чтобы мы, шерифу, очень сильно сочувствовали. Дерьмо, он человек. И да, прежде чем мы это сделаем, мы должны еще немножко разгрузиться. Ибо у нас очень до черта всякого оружия. Скажи нам, старьевщик Салем, что у тебя есть? Кроме кандомчиков, которые нам как бы не нужны. Не за ту фракцию мы играем. А деньжек у тебя... У, у тебя стимуляторы нас-то устраивают. Симуляторы. Денежка. Идея была очень хороша. Идея была просто замечательная, но у них нечего брать. От слова вообще совсем нечего. Поэтому доберем патронами, добросаем как можно и сойдемся на то, что есть. Плюс на тему твоих особых вещичек. Что у тебя там есть за особые товары? Надувную куклу? Да че уж, берем, вдруг не пригодится. Да, действительно надувная кукла. 20 фунтов весит, Карл. 20 фунтов. Надо кэрис грузить. А что еще из особого есть? Маленькая тропичная кукла. Мистер Никсон. Прекрасная невинная детская игрушка. Любой ребенок будет такой рад. Всего 100 крышек. Доберу еще. Не знаю зачем, но доберу. Небольшую куклу с большим красным носом. Почему-то вы не доверяете этой, казалось бы, невинной детской игрушке. И что еще из особых товаров у тебя есть? Журнальчик о чем? Кошачья лапка. Если мисс заинтересуется, что мы с женским журналом, то отдам всего за 60 крышек. Ниже цену не скину. Окей. Беру и это. Не знаю, куда мы, но мы нашли уже три кошачьих лапки. Где-то да пригодится. Еще особые товары есть? Нету. Ну и хорошо. Если здесь еще торгуется рядом. И по-моему опять безбожно перегружено. Вот и торгуется. Ты торгуется, но у тебя еще хуже ассортимент, чем был до того как. Уходите из стимулятора. С золотом мы не отовариваем, а вот это вот за милую душу. И нужно будет еще зайти в потерянный город. И совсем чуть-чуть у этого батюшки-наркомана прикупить тоже веществ. Вот. Теперь можно и в загон. Где мы будем бедные и бледные. Ибо наступит откат. Входим мы с очень большим трудом. Потому что у нас откат и перегруз. Но сдается мне, что появился там еще один. Новенький, скажем так. Вон тот верхний охранник, которого раньше там не было. Или вот ты. Скажись, кто из вас кто. Красный карман круче всех. Начни ты. Рейдеров развелось. Вот. Подозрительный человек. Прямо посреди дороги стоит. А Невер, как всегда, внимательно не замечает. Но скажи, неподозрительный человек, что ты хочешь сказать? Отвень. О-о-о. Ждешь кого-то? Какого-то продолжаешь на разговаривать. Отвали. Он пытается выглядеть круто, но явно нервничает. Ммм. Где сын шерифа? Выкладывай, скотина. Черт, столько поговорилось. Ясно-понятно. У нас ровно три очеча. Ровно три. Вот это вот откатище. Мы даже в инвентарь в бою зайти не можем. Но при этом на все три навалим шабушенька. А-а-а. Пес, куси его за яйки, чтобы он не убежал. Потому что он же, зараза, убежит. К-к-к-к-к-к-к-к-к-кэрри, стреляй огонь. Ладно. Мы зайдем другим путем. Есть ли у нас еще немножко балфу, то чтобы мы хоть как-то могли двигаться? Что он с пачком действия? Пять очков действия. Ну, хоть какой-то выстрел мы сделаем Пускай из обычной винтовки Нельзя дать ему уйти Сокрай карты Иначе будет потеряно все, мы не знаем где этот сын Опять же, ретроспективно можно было Подождать, пока у нас остановится все, но Где ж там и где подождать Вот он и закончился Местный охранник немножко взбодрился Я надеюсь, у него есть записочка волшебная Которая скажет нам, куда идти Но нет, волшебной записочки у него не было Поэтому ситуация осложняется Вы видите, что это труп Но сказать об этом ничего не можете Вот такая будет печаль Поэтому будем искать своими методами, друзья Но уже в следующем эпизоде А пока что маленькая пауза Не забываем про нашу телеграм, дискорд и вконтакт Ссылочка под видео в описании Всем удачи, до встречи И увидимся немножечко попозже Субтитры сделал DimaTorzok